Три странствующих актёра, Смирнов, Попов и Балабайги, в одно прекрасное утро шли по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удивлению и удовольствию обнаружили там двадцать банковых билетов, шесть выигрышных билетов второго займа и чек на три тысячи. Первым делом они крикнули «Ура!» Потом сели на насыпи и стали придаваться восторгам. «Это ж сколько на каждого приходится-то!» говорил Смирнов, считая деньги. «По пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей!» «Голубчики мои, да ведь это умрёшь от таких денег!» «Не так я за себя рад, как за вас, родные мои!» сказал Балабайкин. «Не будете вы теперь голодать да босиком ходить!» «Первым делом рация, поеду в Москву, перейду на амплуа фатов до хлыщей, куплю себе цилиндр шабакляк для фатов серый цилиндр!» «Сейчас бы на радостях выпить и закусить!» заметил Попов. «Ведь мы три дня питались сухомятку!» «Сейчас бы чего-нибудь этакого, а?» «Да, не дурно было бы занять вас в Нырнов!» «Денег много, а есть нечего!» «Во что, не ляга, Попов!» «Ты за самый молодой и лёгкий!» «Возьми-ка у меня рублёвку!» «И маршируй за правильный ангел мой хороший!» «Вон деревня! Видишь, за гурганом церковь билет!» «Ну, ёрст пять будет, не больше!» «Деревня большая, и ты всё там найдёшь!» «Купи булку хлеба, сельдь, колбасу и водки!» «А мы тебя здесь подожди, голубчик!» Попов взял рубль и собрался уходить. Смирнов со слезами на глазах обнял, поцеловал, его перекрестил три раза. Лобайкин тоже обнял его и поклялся в вечной дружбе. После целого ряда излияний самых трогательных чувствительных, Попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темнеющей дальней деревеньке. «Ведь это кое счастье!» «Размышлял он дорогой!» «Не было ни гроша, да вдруг Алтын!» «Махну в родную кострому, соберу трубку, выстрою там свой театр!» «Впрочем, на пять тысяч сарапинку не спешишь!» «Вот если бы весь бумажник был, тогда другое дело!» «Такой бы театрище закатили, что мое почтение!» «Впрочем, Смирнов и Балабайкин, какие-то актеры это бездарность и тупицы!» «А не деньги, а пустяки и сведут!» «А я бы пользу Отечеству принес и себя бы обессмертил!» «Вот что сделаю, возьму и добавлю в водку яду!» «Они умрут, но зато в Костроме будет новый театр, какого не знала еще Россия!» «Ага, он шел и рассуждал так, спутники его, Смирнов и Балабайкин, сидели и вели такую речь!» «Наш друг Попов славный малый! Люблю я его, глубоко ценю за талант!» «Но, знаешь, эти деньги сгубит его!» «Он или пропьет их, или пустится в аферу и свернет себе шею!» «Да, согласился Балабайкин, к чему этому, мальчишке, деньги?» «Он еще так молод, что ему рано иметь свои!» «Тогое дело мы с тобой!» «Мы люди семейные, положительные, для нас лишний рубль многое уж значит!» «О, что братец Смирнов! Не будем долго думать! Возьмем, ты убьем его!» «А в Москве скажем, что под поезд попал! К тому же он глуп и бездарен, как... как это шпало!» «А тебе и мне по восьми тысяч придется!» «Что ты, что?» «Испугался Смирнов! Это я такой славный, честный!» «Ну, хотя, с другой стороны, откровенно говоря, свинья он порядочная! Интриган, сплетник, пройдоха!» «Если мы в самом деле убьем его, то он сам же будет благодарить нас!» «А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем трогательный некролог!» «Это будет по-товарищески!» «Сказано! Сделано!» «Когда Попов вернулся с провизии, то друзья обняли его, поцеловали, долго уверяли, что он великий актер!» «А потом взяли и убили!» «Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы!» «Растроганные они начали делить находку, закусывая полную уверенностью, что преступление кажется безнаказанным!» «Но добродетель всегда торжествует, а порог наказывается!» «Брошенный Поповым бутылку с водкой принадлежал к быстродействующим!» «Не успели друзья выпить по-другой!» «Как уже везде ханные лежали на шпалах!» «Через час над ленискарками носились вороны!» «Мораль!» «Когда актеры со слезами на глазах говорят о товариществе, дружбе, взаимопонимании, когда они обнимают и целуют вас, то не очень-то вы увлекаетесь!» «Брошенный!»